Смирно! Равнение на! Лево! Мероприятие, посвященное Дню войск Национальной Гвардии России, началось с торжественного построения. Росгвардейцев приветствовали власти курорта, духовенства, ветераны войск правопорядка, руководители силовых структур, жители Сочи. Вы участвуете в охране общественного порядка, обеспечиваете покой и безопасность наших граждан. Хочу выразить вам огромную благодарность и признательность за неоценимую помощь, которую вы оказываете городу Сочи при проведении многочисленных культурно-массовых, общественно-политических и спортивных мероприятий. Отличившимся сотрудникам и военнослужащим Росгвардии за добросовестное выполнение служебных обязанностей вручили медали, нагрудные знаки, знаки отличия, благодарности и почетные грамоты. В 2018 году в Сочи прошло более 800 мероприятий, все без происшествий. По оценке экспертов, Сочи входит в пятерку самых безопасных городов России. Изъято порядка 755 единиц оружия за различные нарушения, выявлено 42 преступления, пресечено 11 тысяч административных правонарушений, времен Великой Отечественной снарядов порядка 6 килограмм уничтожено. Военнослужащие Росгвардии продемонстрировали мастерство и навыки ведения рукопашного боя. Сотрудники Сочинского ОМОН и вне ведомственной охраны показали примеры условного задержания и обезвреживания злоумышленников, захвативших автобус. В таких ситуациях применяется бронированный автомобиль «Тигр» и специальный передвижной комплекс «Аракс», предназначенный для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов. Росгвардейцы всегда готовы выполнять ответственные задания, такова их работа, в ежедневном режиме охранять общественный порядок, обеспечивать покой и безопасность сочинцев и гостей курорта. Труд, который всегда сопряжен с опасностью и риском. Сочинцы на театральной площади познакомились с образцами современного вооружения и специальной техникой Росгвардии. Завершилось мероприятие концертом ансамбля песни и пляски Лиджинского в Зимнем театре. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.